Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, поручил правительству подготовить предложение по продлению продуктового эмбарго до конца 2017 года. То есть иллюзий у российской власти, видимо, нет. Дело в том, что это само заявление, как и сами продуктовые санкции, они же на самом деле только для российского потребителя представлены в виде ответа Западу. А на самом деле они преследуют другую цель. Они преследуют цель подготовки страны, нашей страны, подготовки общества, подготовки экономики к гораздо более длительной, более глобальной, более серьезной конфронтации с внешним миром. То есть закрыть страну, да? Ну, собственно говоря, для того, чтобы продолжать военные действия, для того, чтобы вести более серьезную конфронтацию, нельзя быть зависимым от своих потенциальных и будущих жертв в деле поставки ключевых видов продовольствия. Поэтому, собственно говоря, эти меры продумывались задолго до того, когда они были введены безотносительно к Украине, безотносительно к санкциям, которые были введены со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других западных стран. Это меры были направлены, можно сказать, это меры из, так называемого, условно говоря, Глазьевского пакета. Я бы сказал, из сталинского прошлого. Это ваш выбор, но цель заключается в том, чтобы подготовить страну, общество, экономику к гораздо более длительной, гораздо более серьезной конфронтации, чем то, что мы имели в настоящее время. То есть вы так политику Путина трактуете? Да он, в общем, сам, по-моему, не скрывает этого. Достаточно посмотреть. На самом деле, вы поглядите, подготовка к войне против окружающего мира началась ведь не в 2014 году, не с аннексии Крыма, и не с действий зеленых человечков в Донбассе или в каких-то других местах. Экономическая подготовка к глобальной конфронтации, ну, можно вспомнить, скажем, например, эту, так сказать, глобальную гигантскую программу вооружения, которая была принята в 2010 году, и что являлась предметом обсуждения неоднократно, несмотря на разные димаши разных бывших министров. Программа выполняется, причем она выполняется с опережением. Мы помним, что в 2010 году было принято решение о том, что до 2020 года на программу вооружения будет потрачено 20 триллионов рублей. Эти расходы не снижаются? За первые пять лет, то есть в 2011-2015 годы, потрачено, если мне память не изменяет, 11,5 триллионов рублей, учитывая, что распределение расходов обычно во второй половине периода расходуется чуть больше, чем в первой половине периода, ну, в зависимости там от индекса инфляции, всей программы. А тут порядка, видимо, 57-58% от задуманных расходов осуществлено в первые пять лет. Таким образом, можно сказать, что с таким темпом, какой был взят в предшествующие пять лет, в целом за десятилетие будет потрачено не 20 триллионов, а гораздо больше. Поэтому мы видим подготовка продовольственная в виде санкций. Антисанкции? Ну, вот этих антисанкций, ну, санкции против российского народа. Собственно, Медведев использовал удобный момент для того, чтобы об этом сказать. Второе, самое главное, это военная программа. Военная программа нисколько не уменьшилась, наоборот, темпы ее оказываются гораздо более высокими, чем даже то, что было объявлено в 2010-2011 годах. Ну, и третий, я говорю, из экономических показателей, мы не говорим про военные, про которые не так много известно, хотя кое-что известно тоже, это накопление золотых резервов, то есть накопление золота в объеме международных резервов Российской Федерации. Если вы посмотрите на удельный вес и на абсолютные размеры золота в международных резервах Российской Федерации, то эта кривая носит такой вот очень подъем. То есть экономика идет вниз, потребление российских граждан идет вниз, доходы российских граждан идут вниз, уровень жизни идет вниз, а золото в международных резервах увеличивается. Почему именно золото? В общем, очень грамотно. И, кстати говоря, специалисты-экономисты, либеральные экономисты, как некоторые называют, работающие в российском правительстве и, собственно, обеспечивающие военную машину агрессора экономическими ресурсами, поступают грамотно, потому что в случае применения гораздо более жестких санкций, в том числе замораживания не только средств на счетах Российской Федерации за рубежом, но и запретов. На проведение каких-либо операций в валюте, в том числе в доллары или в евро или в каких-то других валютах, остается золото, всеобщий эквивалент, на который можно покупать все что угодно, начиная с оружия и кончая тем же самым продовольствием, если окажется, что продовольствия все-таки не хватает. И на рынках третьих стран, на рынках стран, которые не участвуют в санкциях против России, можно приобретать, можно будет приобретать необходимые ресурсы. Поэтому подготовка глобальной конфронтации с окружающим миром не только не прекратилась, она продолжается и темпы ее, честно говоря, повышаются. Например, накопление золота в первом квартале 2016 года побило все предыдущие рекорды. А, кстати, золото стали накапливать не в 2014 году, с началом открытой войны против Украины, не в 2010 году, когда была принята программа вооружения, а еще в январе 2006 года. Поэтому, собственно говоря, такое стратегическое планирование конфронтации с окружающим миром началось 10 с лишним лет тому назад.